Приветствую вас! Очевидно, что мужчину все устраивает, очевидно, что ему все нравится, очевидно, что он просто с вами играет и не скрывает этого, и вы даже сами это подтверждаете в своем сообщении. То есть проблем мы со стороны его отношения к вам нет. Он относится к вам так всегда, он не планирует серьезных отношений, и в контексте этого не очень понятна ваша мотивационная и потребностная сфера. То есть вы говорите, я хотела бы больше. Вы хотели бы больше для чего, для кого и от кого? Вот эти вопросы являются главными. Если вы хотите серьезных отношений от мужчины, который не хочет серьезных отношений, это означает, что и вы, подсознательно, тоже не хотите серьезных отношений, но вам нравится, думаю, что вы их хотите, потому что так полезно. Например, если вы хотите, например, если вы хотите серьезных отношений именно с этим мужчиной, и хотите вы серьезных отношений, потому что любите его, то, соответственно, вам нужно только лишь принять его позицию. То есть вам нужно принять его позицию и принять мужчину, опять-таки, таким, какой он есть. То есть если человек свободный, если человек свободолюбивый, то вам нужно его принять. Просто принять, и все, если вы его любите. Но вы говорите, что я хочу чего-то большего, значит, вас не устраивает то, что есть на сегодняшний день. То есть вы хотите чего-то большего для себя, а значит, о любви, то есть о, безусловном, принятии человека таким, какой он есть, Речь не идет. Речь идет о том немного, что вы хотите для себя. И если вы хотите чего-то для себя, то нужно подумать, для чего вам семья тогда? Для чего вам отношения? Для чего они вам нужны тогда именно вам? Если вы не принимаете другого человека таким, какой он есть. Есть стойкое ощущение, есть подавление, что вы не принимаете другого человека таким, как он есть. Вы как бы говорите ему, дай мне то, чего ты не можешь дать. И весь вопрос в том, почему вы просите от него того, что он вам дать не может. Потому ли, либо, что вы подознательно не хотите этого, Или потому-либо, что вы не можете, не умеете самостоятельно удовлетворять свои желания. Но если вы видите, что человек не отвечает вашим требованиям, если вы видите, что человек, человека не волнует то, что вы хотите. Если вы видите, что человек интересуется только своими желаниями, своими потребностями. Но совершенно очевидно, что вам нужно либо принять его таким, как он есть, если вы любите его и быть с ним. Либо научиться грамотно удовлетворять свои желания. Чтобы не быть зависимым от него. Либо искать того, кто даст вам то, чего вы хотите. А пока, то, что вы делаете, это очень сильно напоминает, как бы, кружение на месте. То есть, вы, как вы крутитесь на месте, вы пытаетесь получить от человека то, что он вам дать не может. И нужно понять, почему вы это делаете. Почему вы вообще начали это делать. И вот тогда будет ясно, в чем проблема и в чем причина. Вы можете сделать и еще одну важную вещь. Эта важная вещь касается того, что вы можете понять, какая женщина нужна мужчине. И стать нею, если это вам не вредит. Если это вам не вредит, станьте той женщиной, которая нужна вашему мужчине. И тогда вы получите все шансы на то, чтобы у вас стали максимально возможные отношения. Максимально возможные серьезные отношения. Но всегда помните, что мужчина вам ничего не обязан, ничего не должен и ничего не обещал. Для него это просто увлечение, для него это просто развлечение. И он не должен вам чего-то больше. А если вы хотите чего-то больше, то это ваша проблема. И вам нужно думать, как лучше это получить. Как правильно это получить и для чего вам это вообще. А это предмет для личных консультаций. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.